Мы нашли человека, который по-своему тоже рассказывает о людях города. И в её представлении пишущий человек, а это значит и журналист в том числе, вполне может выглядеть вот так, со всякими непонятными штуками в голове. Это телепроект «Человек в городе». Знакомьтесь, Раиса Лусенина. Мы живём в век высоких технологий и с головокружительной скоростью убегающего времени. Человек со всех ног мчится по кругу за секундной стрелкой. Ему некогда остановиться, некогда рассматривать картины или скульптуры. И тем более вспоминать о том, что авторы многих из них живут в Рязани и могут трудиться буквально в соседнем дворе. Например, как заслуженный художник России, почётный член Российской академии художеств и скульптор Раиса Лусенина. Договориться можно со всем материалом. Мастерская Раиса Лусениной чем-то напоминает владение опытного декоратора. Ведь, по сути, оба они работают над созданием цельного образа, несмотря на разнообразие ликов, настроений и фактур. Будь то массивный камень, тёплая живая керамика, вольно крашеное дерево или обыкновенный кусок фольги. В принципе, идёт диалог с материалом. Иногда материал сам подсказывает много. Вот что-то вот крутится, а понять не можешь, ну как это выразительно сделать. И вдруг ты видишь, что вот этот камень, так вот же, вот же, он же вот такой вот. Вот ты его, вот он подсказывает. Так соедини, вот сделай это. В прессе обычно не жалеют образов и оборотов, описывая эмоции, полученные от общения с автором и её работами. К счастью, её талант зарождался во времена, когда искусство ещё не поработило коммерция с бесконечными поборами. Её студия помнит посиделки с голландцами, немцами, испанцами. Любой мог спокойно войти в эту дверь со своими инструментами и представлениями о прекрасном. До ночи могли сидеть. Благо у нас, я говорю, что курица стоила там 3 рубля, и в муфельной печке мы запекали её вот на раз. И это всё как-то, причём это и с шутками, и с какими-то беседами. В дети времена с мечтательной улыбкой вздыхает Раиса Алексеевна. Тут больше 20 человек умещалось. Это то, что он маленький, ни о чём не говорит. Всё вместе. И готовили здесь и утку по скорпионе, и я скорпион. Только мастера вроде неё и помнят ещё так называемые лаборатории, где творческие коллективы ставили свои экспериментальные спектакли. Жили искусством. Не жили тем, что так, надо сделать, надо сейчас деньги заработать, мне там машину нужно красивую, а то мне на это стыдно ехать. И пешком ходили. Несмотря на абсолютно неженские инструменты вокруг, будь то болгарка или дрель, в каждом уголке мастерской чувствуется её лёгкая рука. Не умеет она творить неискренне, и в этом взял и Сенина. А гениально или нет – вопрос философский. Тебе Бог дал дар, которого ни у кого больше нет. Она не скрывает, ничего сначала не поняла, познакомившись с пластикой Лазаря Гадаева. По глупости старалась запихнуть его скульптуры в рамки уже чего-то увиденного, и не могла подумать, что именно этот человек станет для неё мерилом качества. Он всегда повторял только одно – скульптура должна вся вкладываться в руку. Как просто и как гениально. Я же много видела потрясающих скульпторов. Я училась у таких скульпторов, которые сейчас уже легенды. Её всегда учили наблюдать, как врастают, например, в старенький деревянный забор ржавые прути металла. Синтез материалов можно найти почти везде, а с женской фантазией и подавно. Я вообще, когда во Франции была, увидела вот эти вот обрывы, мощные корни, и как они вообще обнимали вот эти вот куски камней. Они просто жили вместе. То есть это не было какого-то насилия одного материала над другим, не разрушение. За громоздкими камнями и железной стружкой не сразу разглядишь настроение самой хозяйки. Она и в творчестве не привыкла много говорить, иначе это уже другое искусство – литература. Как и большинство женщин, Раиса Лысинина привыкла принимать решения интуитивно. Но именно это часто и становится причиной её переживаний. Она до сих пор краснеет, как девчонка, когда приходится говорить о себе. Когда задавали вопрос, так, ой, там, девочка, а кем ты хочешь стать? Актрисой или мальчиком? Кем ты будешь? Космонавтом. Никогда, вот никем, ни пожарником, ни домохозяйкой. Ну вот я вот маленькая была, мне нравилось быть маленькой. Маленькая Рая так усердно лечила больных голубей, что мама замучилась выводить птичий лишай. А с творчеством, пожалуй, так или иначе связана почти вся её семья. Тётя Зина пела в хоре Евгения Попова, дядя Иван по линии отца был художником-самоучкой. Отец говорил, что в принципе в голодные годы он спасал всех, всю свою семью, всех своих братьев и сестёр, тем, что писал картины и продавал их. Отец Раиса Лысинина одно время работал механиком сцены в летнем театре. Рассказывал, как ему приходилось срочно чинить сломанный каблук к кубинским танцовщицам или помогать готовиться к концерту китайским талантам. Воображая себя в платьях с блёстками, она тоже мечтала петь и танцевать. Но была достаточно пухленькой девочкой и всегда этого стеснялась. Зато с удовольствием находила себе развлечения в папином гараже. Меня почему-то привлекали его инструменты. То, что я их таскала, потом забывала, потом получала бучку, потом их находила, но опять их брала, что-то устраивала. Животные всегда рядом были со мной, кошки, собаки. Она усердно выпиливала кольцо из абонитовой трубки и прикидывала, как бы вставить в него стекляшки из старой брошки. Или неожиданно для всех бралась за создание площадки, чтобы на ней дрессировать котят. Надо отдать должное терпению животных. Дело в том, что они меня тоже очень любили. И снисходительно всё терпели. В пятом классе неожиданно для себя Райса Лысенина начала просто срисовывать красивые картинки из книжек. Мама тут же сообразила, что талант следует поощрять и стала приносить книги по искусству из библиотеки швейной фабрики, на которой сама работала. К тому же это было одно из самых бюджетных увлечений. А лишних денег у семьи тогда не было. Кататься на коньках коньки надо. А чтобы танцевать надо тоже что-то. А играть, учиться музыке это вообще. То есть это было нам недоступно. Она помнит, как бабушка при лае красила разноцветные коврики, как обыкновенная мешка вина, покрашенная в чёрный цвет и вышитая крестиком яркими шерстяными нитками, превращалась в узорный ковёр. Тогда ещё ничего не зная о колорите, красоте народного творчества и скрытых в нём законах гармонии, Райса с удовольствием просто копалась в куче обрезков и мастерила из них свои первые творческие работы, подражая бабушке и маме. Я никогда не видела, чтобы она просто чем-то занималась, просто сидит, о чём-то думает, мечтает. Никогда. Да, то есть она была всегда в действии, причём, более того, мама всегда чувствовала, что кому-то что-то нужно помочь. Всё, что было на мне всегда модной платьице с самого малого детства, это всё её сделано руками. Естественно, я тоже научилась. А вот терпение у неё оказалось совсем не девичье. Она начинала вязание и бросала его на середине, рассчитывая, что мама всё доделает сама. Иногда да. Иногда приходил, раз так смотрю, мам, сообразец готов. Ну, а мама занимается самым делом, как будто так, как будто так. Примерно в седьмом классе мама тайком отнесла её альбом в художественную школу. Рисунок, живопись, композиции я уже стала понимать осознанно, что же я делаю там на листочке. Когда вот цель вдруг я загоралась, всё, я как вот всё, я больше ничего не вижу, я больше ничего не хочу, я только это. А в один прекрасный момент просто вмешался случай, который и обозначил всю её дальнейшую судьбу. День до сдачи, последний день сдачи документов вообще в училищах, и я случайно газету беру в руки, сроду не брала газету. Ну, как-то, ну вот, ну, недавно, вам сочетаю, Брамцевское художественно-промышленное училище. Ну, ладно. Я там отделение, художественная обработка камень, дерево, кость. Мама дорогая, всё, мама хочу туда, мама в ужасе. Ещё в детстве она зачитывалась произведениями Бажова. Магия камня оказалась настолько живой, что остановиться было уже невозможно. И никакие увещевания родственников и учителей не действовали. Залезло мне в голову камень и всё. Говорит, девушка, ну, вы вообще с Рязани, там камень-то рядом не лежал, кроме засвистника. Хочу. Сегодня о соединении камня и дерева говорит её Сергий Радонежский. О монументальности Николай Чудотворец, который стоит в Солочи. Поклонный крест в Казанском монастыре тоже творение её рук. Главное не путать канонические образы с творческой репликой автора на тему. А это задачи. Такие же задачи, как у учеников. Задачи сложные, задачи простые. Да, вот такой заказчик. Вот такой вот. И иногда прям, ой, беда. А ты докажи. А ты убеди. Но о том, как даже мусор или просто сидящая на стуле кукла могут послужить источником вдохновения, а также о маленьких женских и профессиональных хитростях и секретах автора, смотрите уже в следующей программе. Премьера 18 сентября. Субтитры подогнал Игорь Негода.